Здравствуйте! Приветствую вас на канале Евгена Роста и специально для VEG мы продолжаем изучать Fusion 360. В прошлый раз мы рассмотрели метод такой как создание локальных источников освещения такие точечные светильники для того чтобы сделать нашу картинку чуть более интересной при рендере. Давайте попробуем сегодня создать зеркало и провести рендер. Поехали! Вот мы наблюдаем уже знакомый нам стол и предметы которые на мне находятся. Все это мы создавали видео которое было до этого. Ну поехали ладно. На поверхности пола кликнем правой клавиши мыши Edit Sketch и создадим с помощью инструмента прямоугольник вот так вот прямоугольный эскиз с помощью операции Extrude ну на какое-то расстояние ну на три метра. Давайте поднимем все это но используем операцию не баре. Нажим ok хорошо вот мы создали с вами такую стену по умолчанию к ней применяется материал сталь. Давайте посмотрим. Перейдем сейчас в рабочее пространство рендер но у меня здесь все темно потому что я поменял настройки сцены давайте перейдем сейчас во вкладку appearance и найдем материал как still stay вот такой вот можно два раза кликнуть левые клавиши мыши либо правой клавиши мыши и нажать edit есть такой ползуночек здесь ростность шероховатость он изменяет свое значение от нуля в положении слева до единицы в положении справа так применю данный материал к нашей стенке но на самом деле он уже есть материал как сталь просто если вы будете повторять то передвиньте долл данный ползуночек шероховатость влево до значения 0 нажмите дан и давайте посмотрим у меня здесь уже есть настольная лампа в которой есть светящаяся поверхность поэтому я думаю что ее освещение для нашей задачи вполне хватит поэтому я перехожу в вкладку сен settings и убираю яркость до нуля то есть меня здесь темно абсолютном я запускаю рендер и наблюдаю вот такую картину а вот мой стол и вот практически идеально формируется там сейчас отражение в той стене потому что поверхность той стены она имеет шероховатость 0 и по сути представляет себя что-то вроде идеального зеркала давайте подождем немножечко посмотрим какой результат у нас получится ну вот прошло порядка 45 секунд и мы видим с вами вот такой вот интересный результат то есть наш стол наши предметы и очень-очень хорошего качества в принципе отражение данных предметов зеркале мы с вами видим давайте все-таки вернемся обратно во вкладку appearance и откроем наш материал и изменим шероховатость поверхности вот той стальной стены на десять процентов такой кликнем получилось 01 и посмотрим какая картинка у нас с вами сейчас получится давайте подождем немножко ну вот прошло порядка 50 секунд и мы наблюдаем скажем так вот такое цветовое пятно которое является отражением нашего стола получается что при шероховатости уже в 10 процентов мы с вами получаем вот такое еле различимое пятно соответственно если мы будем двигать ползунок вправо пятно будет становиться все меньше и меньше но в какой-то момент она просто полностью исчезнет и данная поверхность той стена она перестанет отражать свет обратно в нашем направлении то есть и там просто будет темное пятно давайте верну обратно все это на ноль вот такой вот способ создания скажем так зеркальной поверхности я вам предлагаю можно оформить это как маленькое настольное либо небольшое настенное зеркало ну и задать соответствующие параметры поверхности вашего зеркала также я задался вопросом можно ли получить вот на такой зеркальной поверхности отражение картинки которые мы с вами вставляем в проект давайте я остановлю рендер и перейду в рабочее пространство модель я вставил две картинки с помощью инструментов insert вот здесь вот insert attach canvas так же и так же я использовал дикейл давайте посмотрим что получилось вот я оставил картинку такой котик вот забавный мы переходим с вами рабочее пространство рендер причем мы наблюдаем при нулевой освещенности мы эту картинку с вами очень хорошо видим но стоит нам только запустить рендер и мы видим что данная картинка не участвует при создании рендера поэтому скажем так картинки которые вставляются в проект с помощью insert attach canvas они не используются давайте я опять остановлю рендер отключу данную картинку перейду в рабочее пространство модель и продемонстрирую с помощью дикейла я вставил картинку вот я на ней навожу появляется некая превьюшка но получается что данная картинка не может находиться без соответствующей поверхности поэтому я сначала создал вот такую поверхность обрезал ее вставил картинку с помощью дикейл и вот это выглядит приблизительно вот так теперь давайте же перейдем в рабочее пространство рендер и запустим локальный рендер давайте вот так вот немножко побалуемся и как-нибудь как настоящие фотографы попробуем поймать наиболее интересный кадр ну пусть будет например вот так вот и подожди немножко ну вот прошло практически 50 секунд вот и мы с вами наблюдаем вот такой вот интересный результат можно создавать различные зеркальные поверхности причём если создать несколько зеркальных поверхностей то свет будет перетражаться скажем так как можно также попробовать создать зеркальный лабиринт ну я конечно такой не пробовал но если вам интересно то можете такое нарисовать и поделитесь обязательно результатом своим. На этом данное видео я заканчиваю. Я желаю вам творческих успехов. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Пока-пока.